Илюху я знаю, наверное, лет 12, может быть, даже и больше того. Так что 10 лет лучшего стриминга – это для меня откровение. Для меня это 12 лет лучшего стриминга. Для меня лично самая, наверное, запоминающаяся история совместного нашего быта – это День обурса, на который мы все вместе катались с Уздаль, я, Витя там в двух есть в зале. Кстати, у нас здесь полный состав Дня обурса сегодня на этой вечеринке. Это самого легендарного нашего видео, и это было очень камерно, очень по-домашнему, очень уютно, и до сих пор народ вспоминает, до сих пор народ узнает. Ну, он всегда говорит все, что думает, и от этого не стесняется делать. Кому бы это не задевало, и как бы это не задевало, но это очень такое качество, которое липко покупает. Ну, как раз так получилось, что мы где-то лет 10 знакомы, и поэтому очень забавно слышать вот эту номинацию «Стример десятилетия». Наверное, для меня это действительно так, потому что это, наверное, самый популярный в моем личном топе стример, которого я смотрел, ну, на протяжении всех этих лет. И, наверное, я прям стал его смотреть с тех самых времен, когда он это делал еще на Рутюбе или на каких-то там еще каких-то сервисах, которые, может быть, уже не существуют. Но еще довольно забавный момент. Я тогда работал в игровой конторе, и, наверное, официально могу сказать, что, наверное, я один из первых, кто начал работать с Ильем Эдисоном и со стримерами именно с точки зрения игровой индустрии. Кстати, вот, если мне не изменяет память, то если вы помните видео по Total War Seogun 2, скорее всего, это был мой диск, точнее, то есть я был как раз тем самым представителем, который диск ему отправил на обзор. И вы не представляете, как это было довольно сложно, потому что понятие стримеры тогда, в принципе, не существовало. И зачем им вообще нужно что-то отправлять, как с ними работать, как с ними взаимодействовать. Это было просто, ну, это была терра инкогнито. И вот, наверное, я один из первых, кто просто увидел и понял, что, блин, вот это круто. Илья очень как-то правильно понимает некоторые вещи, игры, как, наверное, никто другой. У него хороший бэкграунд, у него достаточно жизненный опыт, у него хорошо подвешен язык, и поэтому его приятно слушать. У него всегда куча интересных баек, то есть у него реально очень интересный жизненный опыт. И это отличает его от многих стримеров, которые никогда не выходили из комнаты, у которых бедный язык, которые не могут связать двух слов. И, конечно, просто разбавлять свои слова матом, да, например, этого недостаточно. Я помню, что многие пытались копировать Элью Мэдисона. Ну, давайте как-нибудь грубо или там с матерком говорить об играх. Нет, ребят, так не работает, потому что нужно кое-что, наверное, еще, не знаю, понимать и иметь какие-то там, не знаю, какой-то опыт за плечами. Количество юмора, оно так прямо равномерно так. Оно держит одну и ту же планку качества его, специфическую, так скажем, вот. И она у него равномерно размазана, так скажем, по всему его творчеству. Все стримеры с кожи вон ледуют, пытаются что-то придумать новое, какие-то новые рубрики, новые форматы, что-то еще. Илья просто включает стрим, берет пиво и, не знаю, просто говорит. И его смотрят больше, чем всех остальных. Всем здрасте, друзья, стримеры, зрители, кто это потом увидит, прочитает. Хорошего вам настроения. Сегодня мы собрались по замечательному поводу наградить известного стримера, которого зовут Илья Давыдов, как лучшего стримера десятилетия. Благодарим его за вклад в стримерскую культуру от нашего замечательного сайта TheGame.ru. Илья, где же ты? Я, Большин. Этот скромный кубок не отражает большого вклада, который Илья у нас и унес в стриминг. Поздравляем тебя, говори больше. Поздравления. Поздравляем. Во-первых, хочу поблагодарить Михаила за этот прекрасный приз, который я так долго ждал, потому что очень редко замечают этот тяжелый труд стримера и как-то отмечают его. И приятно получить, приятно осознавать, что последнее десятилетие для меня прошло не зря. Поэтому я благодарю портал Goodgame, один из лучших стримерских порталов, и уж точно лучший в России, который доступен. С него многие начинали, на нем многие продолжают стримить. Сам с удовольствием залетаю всегда и провожу там трансляции. Спасибо еще раз. Прежде всего за Goodgame, а не за приз. Также хочу сказать спасибо стримерам, коллегам, которые здесь сегодня собрались, которые меня поддержали. Огромное спасибо, ребят. Очень много хороших знакомых и тоже очень серьезных стримеров. Я надеюсь, они мне не завидуют, что я лучший стример десятилетия. Также, естественно, хочется сказать огромное спасибо своим зрителям, которых, к счастью, сегодня здесь нет. И поблагодарить их за то, что приходят на мои трансляции. Ну и, естественно, моей прекрасной жене. Как только вот сыграли свадьбу, сразу призы всякие посыпались. Мне кажется, это не совпадение. Спасибо огромное, Екатерина. Так что, ну, это просто невероятно здорово. И я очень горд, сегодня быть здесь. Спасибо вам, друзья. И я на радость. Очень приятно здесь находиться. Смотрите, несмотря на то, что в Яве Илья на Стримфесте так за все годы не появился, его дух витал над нашим фестивалем. Мы взяли сачок, мы начали этот дух ловить. Ловили, 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 поймали. И вдруг произошло чудо. Дух Ильи материализовался в это благодарственное письмо, которое мы со всей гордостью вручаем. И говорим о том, что Илья, безусловно, тут сложно спорить, особенно с духом, имеет некий фундаментальный вклад в развитие российской стриминговой культуры. А мы и фестиваль стрим-культуры, как известно. Поэтому мы в этом понимаем и с гордостью вручаем. Спасибо, Илья. Спасибо огромное, Михаил. Обязательно, когда в следующий раз будет проходить стрим-фест или какие-то его, может быть, ответвления, то есть где-то будете представлены, обязательно посещу, обязательно пообщаюсь со всеми зрителями, которые туда придут, обещаю. Не только в виде духа или душка, или еще кого-то, а в виде прям полноценного, большого, солидного стримера, которым я сегодня стал благодаря всем этим наградам и, так сказать, благодарственным сертификатам. Спасибо большое. Вы делаете огромное дело для развития стриминга, для того, чтобы стримеры могли общаться со своей аудиторией. Это очень здорово. Спасибо большое.